Прежде земли вовсе не было, рассказывает хант Зверолов. Только одно море было. Звери и птицы жили на воде, и детей выводили на воде. Это было очень неудобно. Вот раз собрались звери и птицы со всех концов моря, устроили общее собрание. Председателям выбрали большого-большого кита и стали думать, как беде помочь. Долго спорили, шумели, наконец постановили достать со дна моря щепотку земли и сделать из нее большие острова. И тогда на земле жить и детей выводить на земле. Хорошо придумали. А как земли достать со дна, не знают. Море-то ведь глубокое, не донырнешь до дна. Стали звери и птицы рыб просить. Принесите нам, рыбы, щепотку земли со дна моря. А вам зачем? Спрашивают рыбы. Острова делать. Нет, говорят рыбы. Не дадим вам земли острова делать. Нам без островов лучше жить. Плыви куда хочешь. Стали звери и птицы кита просить. Ты из нас самый сильный и большой зверь. Ты председатель наш. Понатужься, нырни на дно. Собрание просит. Нельзя отказываться. Набрал кит воздуху. Ударил хвостом по воде. Нырнул. Пошли по морю волны. Закачались на них звери и птицы. Ждут-пождут. Нет кита. Только большие пузыри из воды выскакивают, да с треском лопаются. И волны улеглись. Вдруг забурлила вода. Сколыхнулось море. Выкинуло кита высоко в воздух. Упал кит назад в воду. Выпустил из ноздрей две струи. Нет, говорит, не достать мне до дна. Очень уж я толстый. Не пускает меня вода. Загрустили звери и птицы. Уж если кит не может достать, кто же достанет? Собрались все в круг. Молчат. Горюют. Вдруг выплывает в середину круга востроносенькая птица. Давайте, говорит, я попробую. Может быть, я донырну до дна. Посмотрели звери и птицы. Да ведь это Люля нырец. Ростом с малую уточку. На голове рожки из перьев торчат. Зашумели, рассердились звери и птицы. Ты, Люля, смеешься над нами. Кита велика на море как щепку выкинула. А уж тебя-то слабенькую разом расплющит. А может быть, и ничего, говорит Люля. Попробую. И как сидела на воде, так и ушла под воду. Только голову опустила, и нет Люли. Даже ряби на волнах не осталось. Ждут, пождут звери и птицы. Нет Люли. И море спокойно. Только белые пузырики из воды выскакивают и лопаются без шума. Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, дышит тяжело. Зашумели, засмеялись звери и птицы. Где тебе, Люля, до дна достать? Маленькая ты, слабенькая ты. А еще с китом тягаться хочешь. А Люля молчит. Отдышалась, отдохнула. Опять под воду ушла. Ждут, пождут звери и птицы. Смотрят на воду. Нет Люли. И море спокойно. Только розовые пузырики из воды выскакивают. Лопаются без шума. Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, тяжело дышит. И глаза у нее розовые стали. И на клюве розовый от крови пузырик. Зашумели звери и птицы. Жалко им стало маленькую Люлю. Довольно, говорят, ты для нас постаралась. Отдыхай теперь. Все равно не достать земли со дна моря. А Люля молчит. Отдышалась, отдохнула. Опять под воду ушла. Ждут, пождут звери и птицы. Смотрят на воду. Нет Люли. И море спокойно. Только красные пузырики из воды выскакивают. Лопаются без шума. Зашептались звери и птицы. Красные пузырики пошли. Это кровь Люлина. Раздавила море Люлю. Не видать нам больше Люли. Вдруг видят глубоко в воде под тем местом, где Люля сидела, что-то темное мелькает, приближается. Ближе, ближе. И всплыла наверх Люля ножками кверху. Подхватили ее звери и птицы. Перевернули. Посадили на воду ножками вниз. И видят, сидит Люля, еле дышит. Глаза у нее красной кровью налились. На клюве красный кровяной пузырик. А в клюве щепотка земли со дна морского. Обрадовались звери и птицы. Взяли у Люли щепотку земли и сделали большие острова. А маленькая Люля за то, что землю достала со дна моря, постановили дать награду. Пусть в память об этом подвиге навсегда останутся у Люли глаза и клюв красивого красного цвета. На этом собрание и кончилось. И помчались звери, помчались птицы делить между собой землю. А Люля осталась сидеть, где она сидела. Она не могла еще отдышаться. Звери и птицы разобрали всю землю до последнего клочка. Для Люли-то и не осталось места. Вот и живет она на воде по-прежнему. Придет пора детей выводить. Соберет камыш до ветки, что с берега в воду упали. Устроит себе плотик плавучий. На нем и выводит детей. Так и плавает всю жизнь по воде. А глаза и клюв у Люли это верно. И до наших дней красные остались.